Всем добрый день! Сегодня вашему вниманию я предлагаю ознакомиться с акустической системой Sven MC20. Приобрел я данную систему немного подержанную. Хочу сказать, в идеальном состоянии. Имеется и пульт, и справные документы, всё, коробка, как вы видите. Всё в точности, как и в интернет-магазине. Ведь система, которую я хотел, хотел её попробовать, испытать, она теперь у меня дома. Ну, впрочем, это и не важно. Итак, пробежимся немножко по техническим характеристикам. Что мы имеем? Имеем две колонки мощностью 45 РМС ватт в каждое. Диапазон частот 40-27 тысяч герц. Диаметр динамиков высокочастотного. Как мы видим, под панелью снимаются накладочки. Такие вот, хлюпенькие качества такого. Накладка, она есть накладка. Вот, высокочастотный динамик 25 мм в диаметре, а среднечастотный, не скажешь, хотя по паспорту он идёт как низкочастотный, да, но возможно. Он идёт 125 мм. Вот, имеем в системе Bluetooth 4.0, дальность его до 10 метров. Вот, вес колонок составляет 7,5 кг. По входам. Что имеем по входам? По входам два AUX RSA 1 и 2 есть оптика, кабелёчек для антенны FM такой в комплекте поставлялся. Просто проводочек, насколько вы знаете. Подключение самой колонки 2, кнопка выключения, включение сети. Радиатор охлаждения имеется. Ну, собственно, всё. Корпус деревянный, по качеству, как бы, нареканий нет. Ну и, разумеется, имеем ещё для проигрывания USB вход и для карточек microSD. Для воспроизводения MP3, WAV, WMA файлов. Вот, ну, по порядку, да. Вот радио. Что касается радио. Многие станции, так сказать, не идеально, конечно, как бы хотелось бы, но семёрочку можно поставить твёрдую. Потому что, ну, некоторые станции бывают, чуть-чуть идёт пострескивание небольшое. Ну, это всё зависит от антенны, опять-таки. Может быть, если поставить сюда антенну типа польской, либо там кабельную. Пока не пробовал, не скажу, но, возможно, будет эффект получше. Вот, есть ещё. Я сразу купил, думаю, ну, играет, играет бас. Так, добавляю бас. Максимальный бас. Звук вроде бы и ничего такой. Но есть ещё чудо-кнопочка. Называется она loudness. Вот. Заметили разницу? Объёмное звучание, плюс дополнительные басы. Поэтому даже бас, чтобы прослушивать в небольшой комнате, необходимо даже немножко приубавить. Всё на любителя, конечно. Ну, покажу вам, как работает USB. Вставляем флешечку. Система автоматически переключается на музыку, на носителе. Так, проведены большие настроечки. Ну, что хочу сказать. Что касается проигрывания с флеш, кабелей, вопросов нет. Звук достойный на максимальных оборотах. Не фонит, не трещит. Вот только есть один момент, вы, может, заметили. Происходит небольшое заикание, когда звук регулируешь. Но, опять-таки, оно не всегда. Даже не знаю, чего это зависит. Происходит запинание, небольшое проигрывание MP3-мелодии. Вот. Ну, звук чистый, хороший. Есть настройка на пульте. Треба, плюс, треб, минус до минус 7 до плюс 7 и бас. От минус 7 до 7 регулируется. И поэтому можно выстроить то звучание, которое каждому подходит по душе. Хочу еще заметить одну вещь. На форумах читал, когда писали люди, что недостаточно еще отработанное ПО. Насчет прошивок, что они слетают часто. И это факт. Версия 1.10 установлена. 5 минут работы, а в следующий раз можно сделать это и за 2 минуты. Главное, включить компьютер. Все без проблем элементарно. С этим вопросов нет. Ну, конечно, хотелось немножко, чтобы производители обратили на это внимание. И, может быть, как-то доработали свой софт. Что-то оптики. Так, на пульте есть кнопочка опт. Оптика. Переключаем. Чтобы что-то услышать, хотя бы просто услышать, то мне необходимо на колонках сделать звук выше половины. И получается... Быстрее, нежели в первом тайме, верно, Бавария вступает в борьбу с Розовым. После потери мяча... Это звук. ...пас на лаву. Сейчас все получается практически идеально, но забежал во всадь... ...дарит на лава. А вот момент передачи, да, был уже во всадь... Вот этот звук, собственно. А получается, что если мы хотим очень громко послушать телевизор, то у нас этого не получится. Ну, по крайней мере, у меня. Может быть, это все зависит от телевизора. Либо еще от чего-то. Ну, вот это я хотел подчеркнуть, что насчет оптики. Ну, во всяком случае, есть еще два входа, как мы видели в самом начале видео. АУКС-1, АУКС-2, это решает всю проблему, если кому-то не нравится оптика. Какие функции пульта? Собственно, само переключение АУКС-1, АУКС-2, USB, CD, оптика, Bluetooth и FM. Да, про Bluetooth еще хочу сказать, что подключается достаточно быстро. Все, что на телефоне делается, все моментально передается, без всяких хрипов. Ну, все-таки не FM-модулятор. Пульт, что? И регулировка басов, трэбов, песни по 10, по 100 вперед-назад можно. Можно мотать MP3 песни на флешке. Радиостанции память сохраняет. Сброс системы на заводские настройки. Режим воспроизведения аудио. Либо все треки, либо по одному. Либо рандомом выбор тоже все имеется. В общем, я кустик доволен. Она выглядит солидно, большая. Нигде ничего не болтается. На максималке не хрипит, не фонит. В общем, ну, я советую. Всем спасибо за просмотр. Покупайте, задавайте вопросы. Всем пока!